По большому счету, не пришлось ничего делать. Что может быть лучше для такого ленивого человека, как я? Мне говорят, у нас есть редактор, который соберет по Фейсбуку лучшие, на его взгляд, разные публикации. Вы, со своей стороны, можете нам еще что-то прислать. Поэтому примерно процентов 50, половина книжки – это вещи, которые так или иначе публиковались в Фейсбуке, либо на сайте СНОБа, либо еще на каких-то интернет-площадках, где я отпечатался. А половина – это просто зарисовки, которые были у меня в компьютере, и, наверное, там бы остались, если бы нет просьбы. Я, соответственно, все это собрал, прислал редактору. Редактор выбрал то, что, на его взгляд, было интересно. После чего прислал мне окончательную верстку, я ее посмотрел, принес буквально пару крошечных каких-то стилистических правок, больше я не делал ничего. Книжка появилась ровно в таком виде, в котором мы ее сделали. Она появилась таким образом довольно быстро и стремительно. Что я могу про нее сказать в итоге на сегодняшний момент? Конечно, я очень рад, что она появилась. И я ее даже, честно, прочитал сам. Ну, то есть я же никогда в жизни до этого, я никогда до этого не страдал тем, что листал, например, в Facebook, читал, перечитывал все свои посты, все какие-то свои истории. В данном случае я вот ее прочитал. И сначала я скажу от себя, а потом просто процитирую пару человек, которые ее тоже прочитали. Мне кажется, что главное, что в этой книжке есть, это любовь к жизни. Это, наверное, главное. Это любовь к жизни и мои впечатления от общения с теми людьми, которые учатся этой любви. Я вообще считаю, что по большому счету человек приходит в эту жизнь, любой человек абсолютно, для того, чтобы научиться любить. Научиться любить мир, научиться любить людей, научиться любить себя. И понять, что это на самом деле значит. Потому что, конечно же, это чаще всего значит далеко не то, что мы думаем. Это значит. Конечно же, научиться любить жизнь, мир, людей, себя, это в моем случае не то, что я под этим подразумевал, например, когда мне было 20, 25 и даже 30 лет. Начиная где-то с 33-х, я примерно понимал на интеллектуальном уровне, что это значит. Но внутренне, на человеческом уровне, я это не мог практиковать по жизни. И сейчас далеко не всегда у меня это получается. Я сам в процессе этого самообучения. И неизвестно сколько, надеюсь, буду находиться в этом процессе всю оставшуюся мою жизнь и все следующие жизни, в которых я абсолютно уверен, что мне еще предстоит не раз перерождаться. Я не думаю, что это достиг состояния, после которого можно улететь, наслаждаться некими райскими мирами. И вот герои этой книжки, это не знакомые как раз мне лично какие-то олигархи, политики, в общем, те люди, про которых мне предлагали как раз писать. Герои этой книжки это абсолютно в большинстве своем неизвестные широким человеческим массам люди, которые у меня встречались в самых разных местах. От вагона московского метро до джунглей, тропического острова какого-нибудь, до путешествия автостопом где-нибудь в Америке, в России, в Европе, в Юго-Восточной Азии, в Москве. Там есть глухонемые, которые научили меня большему, чем многие академики, с которыми я общался. Там есть совершенно, на первый взгляд, вообще незаслуживающие внимания люди, которые, вот, посмотришь на них со стороны, ну, как обыкновенные люди, ничего особенного. А в итоге выясняется, что они просто счастливые. То есть они большую часть своей жизни пребывают в состоянии, когда они не в состоянии негативного волнения. Они не в состоянии какого-то, не в состоянии тревоги. Им хорошо. Это не овощи, при этом, которые медитируют, ну, на наш взгляд, те, кто сидит и просто ничего не делает, там, медитируют в гимнадийской пещере, это люди, которые ведут некий овощной образ жизни. Это что не совсем так, во-первых. Но вот те люди, которые там, это люди, которые вполне себе активны, энергичны. И те люди, которые просто что-то нашли в какой-то момент, некоторые из них даже сами не дают себе эту матчет. Они не читают лекции, они не уступают, они не читают лекции, не ведут курсов по осознанности, не пишут книжки о происхождении счастья, они просто так живут. И мои встречи с этими людьми, они, повторяю, очень много научили меня лично, и что мне дико приятно, но так правда, как выясняется, они продолжают учить многих моих коллег, очень пристрастных журналистов. Потому что я уже употребил выражение сегодня террариума единомышленников, так вот, которым Соколаев однажды описал мир телевидения. Вот мир творческих людей, мир журналистов, он, конечно, очень похож на этот террариум. Люди очень критически относятся друг к другу. Они могут обниматься, улыбаться при встречах, но сделать так, чтобы твой коллега журналист, и писатель, да, прочитал твою книжку, и после этого сказал тебе какие-то хорошие, добрые слова, это крайне-крайне редко. Потому что народ жил-коревнивый, и мы все как бы все друг про друга знаем, и все уже читали, поэтому что там может быть такого нового? И да, мне, я это сейчас уже могу сказать по прошествии, получается, полутора месяцев, как эта книжка продается, мне приятно, что те, что многие журналисты, просто их уже в счет на пару десятков, которые ее прочли, они мне после этого звонили и просто говорили, Саик, спасибо, мы же не знаем, как это получилось, но ты поднял нам настроение. То есть она повышает настроение. Вот это сто процентов факт, который я знаю по себе, потому что даже когда я сам читаю, беру иногда со стороны, я написал, окей, но я это выступил просто в роли ретранслятора. Мне повезло в том, что я могу записывать эти истории, что я в данном случае не поленился их записывать, и дальше я не более чем ретранслятор этих ценностей, которые эти люди несут. То есть я с ними встретился, они мне о них рассказали, я рассказал о них вам. И дальше, да, сто процентов, большая часть этих историй вышибает где-то такую хорошую, приятную слезу, где-то улыбку, большая часть, я надеюсь, вызывает улыбку, а какая-то часть мотивирует на то, чтобы что-то сделать собственной жизнью, что-то изменить собственной жизнью так, чтобы завтра ты мог сказать себе, что да, черт возьми, я стал лучше. Я стал не лучшим в своей сфере, там, не знаю, где-то еще, а я стал лучше себя самого вчерашнего. В чем-то образованнее, в чем-то добрее, в чем-то умнее, в чем-то эффективнее. Но я стал лучше себя вчерашнего. Вот, мне кажется, главное, некое позитивное ощущение, которое книжка себе несет. Что касается того разделов, из которых она состоит, редактор сбивал ее на разделы, я к этому не имел никакого отношения, но мне кажется, он тоже довольно правильно сделал. Там есть, например, достаточно интересный раздел, посвященный... Короче, у меня в 14-м году ушел из жизни отец. Человек, к которому я относился в разное время своей жизни, очень по-разному. Мои ракеты развелись, когда мне было 7 лет. Естественно, как многие дети в семьях, которые разводились в Советском Союзе, когда мальчику 7 лет он остается с мамой и бабушкой, то, наверное, на протяжении какого-то времени этот мальчик так и думает, что он у нас во всем отец. Что отец бросил, что отец был неправ, тем более отец еще не вовремя алименты присылает. И, в общем, у меня с собой были достаточно жесткие отношения на протяжении очень большого отрезка моей жизни. Прям очень жесткие. И я очень не хотел быть на него похожим. Ну, просто во многих и очень многих вещах. Я не хотел пить такого алкоголя, как он пил. Я не хотел быть настолько бескомпромиссным в отношениях с людьми, как он. Настолько жестким, дезинфляционным, считающим, что я всегда прав. Я не хотел, ну, много чего не хотел делать, как он. И в итоге потребовалась довольно большая часть жизни, чтобы понять, что при всем при том, другого отца я бы себе не хотел, я бы не пожелался другого отца. И понять, что он один из главных учителей в моей жизни. Потому что отец и учитель – это далеко не всегда, как считают многие политики, и по моим наблюдениям, наш президент в том числе, это не тот, кто заботится о тебе всю жизнь. А это тот, кто позволяет тебе отказаться от этой привычки, на кого-то опираться. Это не тот человек, на которого ты можешь в любой момент 10, 20, 30, 40, 50 лет опереться. А тот человек, который учит тебя быть самостоятельным. Который учит тебя быть самодостаточным. Который учит тебя, или помогает тебе действительно становиться счастливым. Осознанно или неосознанно. Я понял, что в какой-то моей жизни, например, даже пытаясь быть непохожим на моего отца в одном, во втором, в третьем, в четвертом, я уже тем самым довольно многому научился. И при этом, потом я обнаружил, что, оказывается, было много вещей, о которых я не знал. И даже очень хорошо, что в каких-то вещах я, наоборот, похож. Это здорово. И я узнал своего отца совершенно с другой стороны. Вот когда он ушел из жизни, мы как раз к тому времени, мы год до этого не разговаривали, так получилось. До этого мы дружили, дружили, а потом год не разговаривали. И буквально за несколько месяцев до его смерти мы снова стали общаться. Я приехал к нему, мы очень тепло поговорили о многом. И как-то у него наступило умиротворение у меня в отношении наших отношений. И я вдруг вспомнил очень многое, вообще всего классного, что было в жизни. Когда он умер, так же получилось, что я просто буквально тот же день, я был с ним рядом, еще на тот момент, и в последующие дни я стал об этом писать. Я написал там, что 15 историй из своего детства, которые, конечно же, на самом деле, не только про мое детство. Я уверен, что, прочитав некоторые из этих историй, вы узнаете и себя, и своих родителей, и свои какие-то комплексы, и свои переживания, и свои... Но при этом это не такая не тяжелая психология, упаси господи. Это на самом деле довольно-таки бойкие тоже истории, ну, читая большинство из которых, и я, и те, которые я знаю, тоже скорее улыбаются, посмеиваются. Потому что они, да, они наполнены позитивом и той самой любовью к жизни, той единственной зависимостью, которой я хочу страдать так можно дольше в этой жизни. Которая, мне кажется, нас всех, например, желание страдать этой зависимости, нас всех объединяет. То есть одна часть этой книжки есть про взаимоотношения со своими родителями, мамой, папой, их ровесниками, а другая часть – это записки из разных путешествий. Есть часть, называется, там, я не помню, то ли старость, то ли радость, то ли еще что-то, про действительно замечательных, сейчас, чтобы не употреблять, да нет, ну, нас называть вещества именами, стариков, да, людей, которых мы называем традиционно стариками, то есть уже после, там, я знаю, 70-80 и выше, которых я тоже встречал в разных частях мира и у которых я очень много научился. Потому что когда мне было, например, лет 19-20, я на полном серьезе помню, что я вполне разделял философию американских хиппи и рокеров, и не только американских, которые говорили о том, что жить после 30-ти не имеет смысла. Ну, что нам может быть такого интересного? Как гласит английская фраза, live hard, die young, живи жестко, значит, у меня молоды. И благодаря, потом, наверное, лет в 30, с копейками, я начал переживать то, что вызывают кризисы в среднем возрасте, он рано-давно случился, но благодаря встречам с этими пожилыми людьми, я понял, что, черт возьми, имеет смысл жить долго, имеет смысл жить долго, причем в любом теле. Повезло тебе с телом в этой жизни, или не повезло, это тело может быть спортивным, а может быть достаточно рыхлым, неудобным, но я встретился у безумно счастливых людей, которые живут в этих достаточно неудобных телах много-много лет, и которые счастливее, радостнее, веселее, бодрее, чем я на тот момент в свои, не знаю, 30 с чем-то лет, со всеми своими переживаниями, мыслями, идеями и так далее. Это просто более полноценная и интересная жизнь. И вот об этом и встреча с этими людьми, да, тоже довольно много. Есть эпизоды и встречи с людьми вообще, на первый взгляд, случайные. Но опять же, все эти встречи показали мне, что ничего случайного в этой жизни нет, конечно же. И как говорил герой мультфильма «Кунг-фунг-панда», случайно, не случайно. Потому что, ну, знаете, был такой, например, эпизод. 2016 год, Америка, я без работы, путешествую там два месяца. Вы спросите, на какие деньги путешествуешь? Ну, потому что я до этого работал, у меня были какие-то сбережения. Плюс я решил, меня пригласили прочесть там несколько телекций о журналистике, о развитии журналистики в России. И я приехал в Лос-Анджелес. И в Лос-Анджелесе узнал, что там находится крупнейший покер-рум во всех североамериканских Соединенных Штатах. А я играю в покер. Имею, после птича научился. Я думаю, дай-ка я туда приду. Забегая вперед, замечу, что в итоге, я просидел там две или три ночи, мне удалось отбить поездку, по полной программе дошли заработать. Но там был такой визот. Главное даже не в этом. А главное в том, что была одна ночь, когда я проиграл практически все деньги, которые у меня были. Это было очень больно и обидно. Потерянное время, потерянный сон, потерянное здоровье, потерянные деньги. И потом оттуда я уезжал на Uber. И в этом Uber оказалась девушка, без которой, возможно, не было в этой книжке. Это просто оказалась очень классная, безумно красивая девчонка, лет 20, наверное, которая рассказала мне очень коротко свою историю. Она здесь прям первой историей в этой книжке написана, поэтому я не буду ее пересказывать. Ее прочитать можно за 30 секунд. И эта история меня настолько вдохновила, потому что в этой девушке было силы, чистоты и хорошей мотивации больше, чем в огромном количестве людей, которые выступают, читают лекции о мотивации, о счастье, о здоровье, о силе духа и так далее. И эта история, я ее тут же записал, тут же опубликовал в фейсбуке, и она собрала за один вечер 10 тысяч лайков и какое-то безумное количество шеров, репостов. И это был для меня очень важный момент, потому что вот эта совершенно простая, человеческая история, диалог, который умещается на одной странице, он собрал, он объединил больше людей, чем какое-то великое множество до этого моих политических комментариев, моих интервью с разными политическими деятелями. И я тогда понял, что когда ты говоришь о политике, например, пусть даже ты говоришь умно, убедительно, со знанием дела, я все-таки политической журналистикой занимался со своих 24 лет, там, с 96-го года, я довольно долго и критиковал власть в нашей стране, так как далеко не все сегодняшние критики ее критикуют. Последовательно, регулярно из-за этого лишался работы федерального телеэфира. Но я понял, что это все клево, но это разъединение на все работы. Это разный. А я понял, что в жизни я хочу заниматься тем, что все-таки людей объединяет, потому что без этого никуда. И я понял, что вот эти истории, они объединяют. И то, что в этой книжке, вот те истории, рассказы и словки, они действительно объединяют людей молодых и пожилых, там, не знаю, буддистов, христиан, атеистов, мальчиков, девочек и, не знаю, другие варианты. И они объединяют. И это очень важно. Я понял, что я хочу заниматься им этим. Собственно, поэтому и сейчас в том же СНОБе, который мне не нравится совершенно название, и оно мне досталось, я его просто унаследовал, мне не нравится не слово СНОБ, я сам СНОБ, не хочу быть, не считаю, не сядю, по своей друзей СНОБе. Мы это расшифровываем, как, например, расшифровываем для нас это аббревиатура свободная, неравнодушная и образованная. Дальше мы на букву Б очень старались, потому что почему-то интересно найти на букву Б и придумали, что пусть будет пафосно, другого нету, бесстрашно. И, наверное, это ровно то, что я хочу делать и дальше по жизни. Я хочу писать, каким-то образом делиться тем опытом, который помогает людей стать ровно такими. Свободными, неравнодушными, образованными и желательно бесстрашными. А почему бесстрашными? Потому что, опять же, как я понял вот эту же и собственную жизнь и историю других людей, в этой жизни есть вообще два, ну, не знаю, два понятия, две сути, из которых все происходит. И они называются очень просто Любовь и Страха. Все. Вот дальше все, что нам нравится, радость, доброта, сочувствие, красота, свобода, это так или иначе разные синонимы эманации любви. Все, что нам не нравится, злость, раздражение, гнев, ревность, там, не знаю, собственничество, агрессия, все это так или иначе производный страх. по крайней мере, я за собой следил, наблюдал и понял, что каждый раз, просто каждый раз, когда я испытываю какую-либо негативную эмоцию, неважно какую, обиду, опять же, ревность, раздражение, то если я копну чуть глубже, то я пойму, что за ней так или иначе стоит страх. Ну, в случае с ревностью страх потерять эту женщину или страх поссориться с этим товарищем, другом, да, если это раздражение по поводу, не знаю, споры в том же Фейсбуке или где-то еще с кем-то, то, скорее всего, этот страх оказаться неправым, оказаться хуже, чем человек, с которым я спорил. Страх оказаться неубедительным. Если это ну просто гнев и злость, то, опять же, чаще всего это тот же самый страх, страх проиграть в драке, страх проиграть в интеллектуальном споре, страх оказаться хуже, чем я есть сам, страх потерять здоровье, там, не знаю, множество самых разных вариаций страха. Поэтому, конечно, а дальше вопрос, конечно, простой, да, ну окей, все здорово, все понятно, а что с ним делать, как вот, что значит бесстрашие, как его себе культивировать, как его развивать, что нужно там, подходить к высокому дому и стоять на кромке, или там, я не знаю, подходить и вызывать на бой более сильного человека каждый раз на улице, в драке или где-то еще, или как можно не бояться болезней, смерти, и всего остального. И над этим тоже некоторые мои герои размышляют, и я вместе с ними. И однажды приходишь к очень такому простому выводу, что корень бесстрашия, это на самом деле доверие. доверие на уровне понимания того, что ничего не напрасно, что о тебе заботятся, что ты не случайно появился на этот свет, что Вселенная не напрасно не зря тебя сюда отправила, что нужен этому пространству, даже если на какие-то моменты тебе кажется, что ты вообще не конкурсируешься. И вот это понимание, что это не напрасно, что это доверие, это по большому счету и то, что называется в христианстве или в исламе или в других монотеистических религиях называется верой. То есть вера это не слепая надежда на то, что есть где-то там чувак, который о тебе заботится и который за тебя все решит, а это как раз доверие, понимание того, что это не напрасно, есть некий замысел, который возможно тебе пока не доступен, потому что тебя ограничен круг инструментов влияния на этот мир и инструментов познания, но вот есть. И когда ты начинаешь доверять, то ты доверяешь пространство, начинаешь доверять сам себе, ты начинаешь доверять людям, которые тебе встречаются, доверять это не значит слепо принимать наверх любого, если человек хочет тебя обмануть, ты это нормально видишь, но ты доверяешь тому, что эта ситуация в твоей жизни необходима, что это не проблема, а что это приключение, что это возможность, что это вызов, ну и так далее. я сейчас могу долго, бесконечно на эту тему рассуждать, одно только скажу, что герои этой книжки, многие, они пришли, достигли этого понимания и просто это безумно изменилось их жизнь, что ну, что-то просто классно, она была с таким количеством радости, что позавидует Далай-Лам. Вот мы с Далай-Ламой недавно виделись, поскольку я три недели назад был в Индии, в Дахарамсале, в его штаб-партии на диалоге российских и буддийских ученых, так называлось это мероприятие, там были ведущие наши нейрофизиологи, там было пара квантовых физиков, были врачи, психологи, философы и были буддийские монахи, представители Далай-Ламы, которые спорили о природе сознания, все у нас есть с этим связано, там реинкарнация, там какие-то вопросы не обсуждались, но главное, что было очень клево, к чему пришли наши ученые американские, которые там были в том числе, это к тому, современная наука убедительно доказывает, что негативные эмоции, агрессия, раздражение, привычка делить мир на своих и чужих, привычка вообще делить, что все это просто вредно для организма, для здоровья, для психики, и намного продуктивнее, на длинном отрезке, при игре в долгую, быть собой, быть честным, грубо говоря, быть хорошим, то есть нас очень мы настолько запрограммированы в нашей жизни на то, что верим мы в это или нет, отдаем себя отчетом или нет, что на самом деле быть хорошим это не очень хорошо, что это хорошо на уровне рассуждений, бла-бла-бла, всех этих там христианских научений, но в реальности побеждает тот, кто более агрессивен, тот, кто более жесток, тот, кто более эгоистичен, а вот на самом деле не так. Уже доказано, я могу привести много примеров и уже совершенно современных последних достижений, что это не так, что эгоизм и зацикленность на себе, они полезны при игре в коротком и собираются жить коротко и желательно в закрытом обществе.